Включу запись, попросили про may-might повторить модальные глаголы. Значит, это один из самых простых модальных глаголов для использования, поэтому как раз вот его рекомендуется использовать. У модальных глаголов у каждого много значений, но, к счастью, не у may-might. Вот. Много применений, у каждого есть очень редкие применения. Но мы как это оцениваем? В прошлый раз я написал модальные глаголы и озвучил их базовые значения, которые вы знаете. Ну, типа, can, значит, могу и так далее. Да, там, могу, ну, в смысле что-то сделать, could, мог в прошлом или мог бы. В общем, у них, у всех модальных глаголов есть и второй пласт значений, второй уровень значений. Все модальные глаголы могут передавать просто вероятность совершения действия. И так они используются, как may-might. Все модальные глаголы могут передавать вероятность совершения их действия. К сожалению, на этом их общие, как бы, схожие значения заканчиваются. Дальше у каждого там свои какие-то особенные есть, вот, которые, может быть, и не обязательно учить. Вот. May-might просто, в общем, его можно выделить, у него всего два значения основных. Даже одно. May-might просто вероятность совершения действия. Возможно или вероятность сделаю, и все. Поэтому он переводится на русский, ну, не поэтому, а он переводится на русские наречиями. Возможно, вероятно. Ну, потому что такого модального глагола просто в русском нет. В русском должен, могу есть, да, то есть should есть, can есть. А вот may-might в русском нет. Ну, модального глагола would тоже в русском нет. Мы переводим его как бы или просто будущим временем. Вот. Соответственно, may-might просто вероятность совершения действия. Вот. А второе значение, ну, или первое, как вам удобнее запоминать, это когда мы просим разрешение. Да. Но это максимальная степень вежливости. То есть это именно, ну, допустим, когда я сижу в ресторане, да, и мне надо попросить, можете ли что-нибудь принести. Это не may будет, это could, да, или can, если более вы так фамильярно, неформально с человеком разговариваете, да. Could повежливее, can, ну, это как бы к более знакомому человеку. Слушай, а можешь дать мне ручку? Can you? Can you give me this pan? Да. Можешь сахар передать? Can you pass me some sugar? Вот это вот как бы к знакомому человеку, к человеку can более такое, более неформальное, более разговорное. А could скорее к незнакомому. Да, могли бы вы передать там сахар? Could you? Could you please? Could you please pass me some sugar? Вот. А к знакомому can с просьбами. А may – это когда вы разрешение просите на что-то. То есть у человека, который, грубо говоря, способен дать вам разрешение. Вот. То есть это максимальная степень вежливости. Ну, в том плане, что вы как бы чуть-чуть человека ставите выше себя, вы у него просите разрешение при помощи may. И это, соответственно, вот начинаются фразы как may I, да. Могу я, могу в смысле имею ли я разрешение на это. Поэтому в школе, например, школьники учителя спрашивают, потому что учителя их старше намного, да. И потому что в школе формальная обстановка, да. Вот никак у нас неформальная, более-менее в школе очень формальная обстановка. И поэтому в школе могу я зайти в класс, да, если я опоздал там. Или к человеку можно спросить may I ask you a question? May I ask you a question? Могу я задать вам, спросить у вас вопрос, да. May I ask you a question? Почему здесь may? Опять же, это очень вежливо. Можно сказать и can I ask you a question, если вы к другу говорите, да. Вот. И, наверное, could I ask you a question? Но may I ask you a question – это как бы вот вы просите разрешение у человека. А можно вот вас спросить такую вещь, да. Вот. А к другу can I ask you a question? Ну, или просто к знакомому человеку. В зависимости от того, насколько вы с ним как бы на формальном или на неформальном общении вы с ним находитесь. Вот. Соответственно, ну, это значение, ну, как вот эта вот просьба разрешения, оно редко применяется. Ну, в том плане, что это ограниченный набор фраз, да. Вот в ресторане можно спросить, а можно нам сесть сюда? То есть попросить разрешение. Мы можем сесть за этот столик? May we sit here? Ну, можно спросить, а could we sit here? Вот. И, ну, если вы совсем неформально, можно и can we sit here? Вот. Но в ресторане обычно носитель будет may we sit here? Could we sit here? Говорить. Можем мы тут здесь сесть? Вот. А если вы к другу пришли на вечеринку, могу я сюда сесть, да? То есть это нормальное кресло? То есть не занято, никто там не сидит. Can I sit here? Да, к приятелю. Вот. У него разрешение просить особо не надо, да, если это ваше знакомое, приятел. Ну, вот так вот. То есть в основном may might, поэтому самые для вас применимые модальные глаголы, потому что они достаточно однозначны. Просто вероятность совершения действия. Вот это вот разрешение, это, ну, только вот в некоторых фразах, да, когда именно с I, когда вы для себя просите разрешение какое-то. Вот. Вот так стоит к этому относиться. Значит, напоминание о future perfect continuous. Объясните, пожалуйста. Ну, давайте вы сами в perfect continuous, future perfect continuous мне объясните. Значит, раз это perfect continuous, там должен быть результат, да? Future perfect continuous. И какой это должен быть результат, чем он будет, как бы, выражен, ну, как он будет выглядеть. Perfect continuous, future perfect continuous, как результат будет выглядеть? Ну, раз это perfect continuous. Ну, однозначно, что не единичное действие, а затраченное время, конечно. Затраченное время будет, ну, раз это future, то к моменту в будущем. Вот так вот. Соответственно, придумаем момент в будущем. Когда ты позвонишь, когда ты приедешь, и дальше сколько времени мы уже что-то будем делать? Когда ты позвонишь, я уже, слушай, я уже два часа буду работать. Когда ты придешь, мы уже три часа будем готовить ужин. Да, да. Ну, я могу привести пример, ну, менее такой, менее искусственный, да? Хотя это тоже нормальный пример, когда ты придешь, мы уже два часа будем готовить. Друзья, просто чтобы вы понимали, это не очень применимо. Это, скажем так, самая неприменимая формула, да, из формул времен. Самая неприменимая. И если она существует, это не значит, что она активно используется. Вы не думайте, формулы вот этих времен, все, которые мы писали, они не равны по своей применимости. И если она существует, это не значит, что она применяется. Просто в учебниках и везде расписывают таблицу целиком, чтобы она была асимметричной. Да, вот раз есть future, то надо все future написать. Раз есть, как бы, future, точнее, раз есть perfect continuous, надо perfect continuous все, и настоящий, и прошлый, и будущий написать. Значит, какой можно пример, допустим, я говорю, допустим, Петя, давай запишемся в тренажерный зал. Или нет, давай завтра пойдем в тренажерный зал. Он говорит, я говорю, в пять вечера, он говорит, не, я могу только в шесть. Я говорю, ну я пойду в пять. Опять говорит, а я приду в шесть и нормально позанимаемся. Я говорю, слушай, когда ты придешь, я уже час буду заниматься, я не смогу с тобой на равных. Вот, например. Вот. Ну вот из бытовой ситуации. Слушай, я не смогу с тобой на равных заниматься. Когда ты придешь, я уже час там буду работать. Вот. Вот так вот. Соответственно, то есть отдельная точка в будущем, как на past perfect continuous, отдельная точка в прошлом была, в past simple. Также здесь надо отдельную точку в будущем, с when, да, когда что-то произойдет. Если вы хотите его использовать, но я, мне никогда не пригождалось это использовать. Я даже не помню случай, когда я хотел использовать, хотя я могу. Мне не сложно и в речи это сказать, но не знаю, просто никогда не пригождается. Вот, собственно, вот так вот. Когда ты придешь, я уже сколько-то времени буду делать что-то. И все, настолько прямолинейно. Здесь нет каких-то там деталей запутанных, как в present perfect. Ничего такого, все очень прямолинейно. Соответственно, так, Тала говорит, нет, ни аудио, ни видео. Это у вас, это у вас, это только у вас, только у вас. Так, значит, вот такой вопрос Лариса Брод присылает, друзья, посмотрите. К январю я буду этой компанией руководить уже два года. Вот как быть с такими ситуациями, когда точка в прошлом или в будущем задается не отдельным предложением, когда ты придешь, с подлежащим и действием, когда ты придешь, а вот просто к январю, к 25 сентября, к пятнице. Как быть здесь? С future perfect или с past perfect? Значит, реалии таковы, реалии таковы. Так, давайте вот обсудим, потому что многих это волнует. Допустим, возьмем в прошедшем времени. Я сделал работу к пятнице. Ну вот рассказываю о прошлой неделе. Я сделал всю работу к пятнице или я сделал всю работу по четвергу. Вот, как это? Past simple, единичное действие, или past perfect, единичное действие. Как вы считаете? Я сделал всю работу к среде. I did или I had done my work by Friday. I did my work by Friday или I had done. Давайте я напишу пока. Как вы считаете? Напишу оба варианта. К среде давайте, допустим. Past perfect или past simple. Понятно, что единичное действие. I did my work by Wednesday. Или I had done. I had done. Вот смотрите, точка в прошлом, она задана здесь не, вы видите, не когда ты пришел, да, а просто к среде, без неотдельным предложением, без подлежащего и без действия. By Wednesday. I had done my work by Wednesday. Вот. Как в таких ситуациях быть? Значит, большинство людей голосует за past perfect. Друзья, тут дело вот такое. Если вы не хотите делать акцент, добавлять туда как бы слово уже, если вы не хотите говорить, к среде я уже все сделал, если вы не хотите такое добавлять, то past simple. И так же и с будущим временем. И так же и во фьючер временах. К следующей среде я сделаю работу. Если вы не хотите говорить, я уже сделаю, тогда не надо perfect в таких ситуациях. И поэтому в большинстве случаев, в большинстве оставляется past simple или future simple, не perfect. Таковы реалии. Но вы имеете право поставить past perfect или future perfect. Тогда это к среде я уже сделал работу. То есть добавляется идея уже просто и все. Вот такая разница. Поэтому помните, когда мы придумывали предложение на past perfect, я всегда вас спросил, что? Придумывать вот не к среде, а отдельным предложением, когда ты придешь. Потому что вот там точно надо perfect. Когда ты придешь, я уже что-то сделаю. Там точно нужен perfect. А вот когда точка в прошлом или в будущем задается вот так, вот как бы к среде, к январю и так далее, вы можете оставлять просто simple. Ну, точнее так и будут делать. Не то, что можете, а так обычно и делают. То есть более естественно сказать I did my work by Wednesday. Реже говорят I had done my work by Wednesday. Ну, потому что это дополнительное значение. К среде я уже сделал работу. Но так сказать можно, но значительно чаще вот этот вариант я вам его и предлагаю. Поэтому я всегда просил точку в прошлом или в будущем задавать не к среде, не к 25 числу, а отдельным предложением, когда ты придешь в past simple или, соответственно, в будущем. When you come, when you buy a car, when you arrive, просто после when не ставится will. When you come, не when you will come, не when you will buy, не when you buy a car. Окей. А как быть, если у нас вот в этой ситуации не единичное действие, а затраченное время? К среде я работал уже два дня. Вот, ну, допустим, такое предложение. Вообще в них потребность возникает не часто в таких предложениях. К среде я работал уже два дня. Это немного искусственные предложения, где их применить. Ну, допустим. А вот тогда, когда у нас затраченное время, ну, придется perfect ставить, да, придется perfect continuous ставить. Вот. Придется ставить perfect continuous. Ничего не пойдет. То есть, когда у нас затраченное время, здесь желательно past perfect continuous, ну, или future perfect continuous ставить. Ну, если к прошлому моменту или к моменту в будущем. Вот. А вот когда у нас единичные действия, вот так вот, simple, то просто обычно оставляют не perfect. Можно perfect поставить, но еще раз говорю, так делают реже, это дополнительно уже добавляется. Так. Хорошо, это мы вспомнили. Давайте. Так. А если future simple, то получится два will? Нет, такого она быть не может. Модальных глаголов никогда не бывает два. Это невозможно. Когда ты придешь, я буду делать уроки. А, ну, это два предложения. Когда ты придешь, ну, во-первых, в первой части не будет will, потому что после когда нельзя will. Так же, как и после слова если. Да, when и if запрещают will. Поэтому when you come, не will. Но это не два will, это же два отдельные, это же два предложения. Ты придешь, я буду делать уроки. Два предложения. Поэтому, ну, в таком ситуации, в такой ситуации, да, могут быть, ну, это не противоречит ничему. В рамках одного предложения нельзя. В рамках одной грамматической основы нельзя. Два модальных глагола. Это невозможно. Просто такого не бывает. Вот. Окей. Значит, когда ты придешь, я буду делать уроки. When you come, I will be doing my homework. И все. Да, то есть future continuous в тот момент, в будущем. Как past continuous. В какой-то точке в прошлом, так же future continuous. В какой-то момент, в какой-то точке маленькой в будущем буду делать. Past continuous делал в какой-то точке маленькой. Future continuous буду делать в какой-то точке маленькой. Так. Дальше. Далее. Давайте такое. Два предложения. Но оба надо перевести. Я был в Египте, и мне это не понравилось. Я был в Египте, и мне это не понравилось. Да вот такой диалог. Дмитрий, а куда вы ездили? Я, ну, имеется в виду, в каких странах вы были. Я говорю, ну, я был в Египте, и мне это не понравилось. В какие страны вы ездили? Я был в Египте, вот, но мне это не понравилось. Оба предложения надо перевести. Я был в Египте, и мне это не понравилось. Не понравилось, ну, лайк. Во втором предложении глагол лайк. Хотя это не так важно, мне время главное проверить. В какие страны вы были? В каких странах, в какие страны вы посещали? Ну, я в Египте был, но мне это не понравилось. Так. Шлегель и Андрейли. А в первой части, почему так? Его про отпуск спрашивают. Евгений Башинский. Его спрашивают про отпуск, закончившийся. Или про всю жизнь? Он рассказывает про отпуск свой прошлый? Или он рассказывает про всю жизнь, где он был? В какие страны вы посещали? Ну, я в Египте был. Был в Египте, но мне это не понравилось. Константин Ким, такой формулы нет. Как был в Present Perfect, сказать? Это Present Perfect в данном случае-то. Его же спросили. Имеется в виду за всю жизнь, где я был. Не в отпуске. Это первый пункт в Present Perfect. Был это have been. Мы знаем, что это слово был, так же как was. I have been to Egypt. To Egypt предлог. Потому что, ну, надеюсь, вы помните, да? Это имеется в виду, как я ездил в Египет. Это глагол go, как бы глагол go, и от него остался предлог to go to Egypt. Вот поменяли go на be. I have been to Egypt. Но мне это не понравилось. Но это past simple. Почему? Объясните, почему past simple? Во второй части все правильно написали. Почему это past simple? I didn't like it. Константин Ким. I didn't like it. Татьяна Ким. I didn't like it. Просто во второй части. Почему? Мне это не понравилось. Ну, я не полюбил это. И все. Почему I didn't like it past? Первое предложение в Present Perfect. Ну, потому что уже рассказываю про поездку в Египет. Вот мне не понравилось. Это я уже рассказываю подробности поездки в Египет. А первым предложением еще никакой поездки нет. Меня спросили, в каких странах вы были за свою жизнь? Я говорю, в Египте был. Говорят, потому что это глагол состояние. Ничего подобного совершенно неуместное объяснение, Елена. Напомню, что такое глагол состояние. Это означает, что его в continuous нельзя ставить. Здесь кто-то собирался ставить continuous. В continuous нельзя ставить глагол состояние. Про continuous вообще речи не шло. И так понятно, что это simple, единичные действия. Вопрос в том, почему это не Present Perfect. Да? Хотя, ну, я не знаю, может быть, вы не так поняли вопрос. I have been. Had been, Константин Хим. Вы написали. Я на тот момент уже был в Египте. Константин, на какой тот момент? Не подскажете? Константин. Вот, друзья, кто написал Past Perfect, had been? У вас написано, я на тот момент уже был в Египте. Сразу вопрос, на какой на тот момент. Да, на настоящий момент за всю жизнь. С рождения, на сегодняшний день. На сегодняшний день я как бы в Египте был на сегодняшний день. Вот. Только в другие страны не ездил. На сегодняшний день сообщается. Ну, первый пункт. Окей. Хорошо. Так, ну, 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 давайте, давайте тогда, это пример, который я хотел вам дать. Ну, 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 что мы еще можем взять? Давайте пассив, собственно, делать. Вы поделали то самое упражнение с Roundup? Мы его сейчас будем разбирать. На странице 92. Где-то там. Давайте Roundup 92 откроем. Roundup 92. Сложное предложение. Поделали на пассив? Упражнение 1-6-4. Мы его сейчас будем разбирать, потому что он сложный. 1-6-4. Так, кто говорит, сделала устно. Ну, а, делала устно. А, это большая разница между сделала устно и делала устно. Так, ну, давайте смотреть. Там нужно было, какая суть упражнения вообще? Так, сейчас, какая страница? Это страница 92. 92 в Roundup. В электронной версии тоже. Значит, там даны предложения в активе. Колумб открыл Америку, написано. Сейчас я возьму надежный какие-нибудь маркеры. Колумб, Коламбус. А почему не в Present Perfect, кстати? Колумб открыл Америку. Что скажете? Почему в Past Simple написано? Почему это не новое важное событие, например? Columbus discovered America. Почему не Present Perfect он написал? Нет, дело не в том, что Колумб умер. Это не лучший ориентир. Это не лучшее объяснение, скажем так. Дело в том, что люди и так знают, что уже открыли. Если я в Present Perfect тебе расскажу, я собеседнику расскажу о том, что Америку открыли, ты представляешь? Наконец-то. Все и так знают, что не нужно человеку... Нам бы просто не хотим рассказывать, что Америку открыли. Все и так знают, что ее открыли. Мы хотим... Все знают, что ее открыли. Мы все рассказываем подробности ее открытия. Да, то есть, если бы у меня была цель рассказать о том, что Америку открыли, я бы оформил это в Present Perfect. Но тогда я был бы сумасшедшим. Но, да, если бы у меня была цель рассказать, что Америку открыли... Знаешь, Америку открыли. Представляешь, что произошло? Если так, то надо в Present Perfect, конечно, просто эту фразу нигде не применить, но да, надо было бы в Present Perfect. Но поскольку у меня, все знают так, что я открыл, и всего лишь мне нужно рассказать в момент открытия, кто это был, подробности открытия, я оформляю в Past Simple. Помните, это как китайцы изобрели бумагу? Или я купил камеру моего друга. Помните эту фразу, я купил камеру моего друга? Это в Past Simple или в Present Perfect? Я купил камеру моего друга. Если я хочу рассказать, что я купил камеру, у меня теперь камера есть, представляешь? Present Perfect однозначно. Ну, по крайней мере, в британском английском, в американском все равно можно Past поставить. Вот. Если мне нужно рассказать, что у меня теперь камера есть, британец ставит здесь Present Perfect. Если он и так знает, что у меня есть камера, и я просто хочу рассказать, каким образом я получил подробности момента получения. Ну, если он видит у меня в руках камеру, значит, я его получил как-то, украл, купил у друга, подарили. Если моя цель – это сказать, что у друга, а собеседник и так знает, что купил, что у меня камера есть, тогда в Past. Да, потому что я рассказываю подробности. Потому что я рассказываю подробности получения. Дмитрий Фомин говорит, а вот наше выражение, когда кто-то говорит «О, Америку открыл», как такое сказать? Такого выражения просто на английском нет. По крайней мере, мне оно неизвестно, если оно есть. Вот. И все. Вот что касается выражений, ну, их, друзья, они практически никогда не переводятся. То есть, ну, иногда у некоторых выражений есть аналоги, похожие, которые имеют похожий смысл. Ну, например, как мы, вот в русском, только я недавно обсуждал, в русском, говорят, есть выражение. Ты, я побывал в его шкуре, да? Что это означает? Я побывал в его шкуре. Или там, теперь ты, вот это со словом шкура, да? Я побывал в его шкуре. Ну, это значит, на его месте, да, да. Как в английском это говорят? Если как, вот, идиомы это передавать тоже. Как в английском это говорят? Или теперь ты побывал в моей шкуре. А в английском говорят, это в моих ботинках. Да, 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 да. Ну, примерно такое похожее выражение, по смыслу, оно вот там говорят в моих ботинках. Поэтому, ну, здесь, а в большинстве случаев даже и нет аналога никакого, часто. В общем, такие штуки никогда не переводите, это только время потратите и все. Значит, нужно переводить описательно. То есть, можно сказать как-то по-простому, если бы, ну, вот, вот то, что предлагает Михаил Зернов. Если бы я был тобой, да, хорошее выражение. Ну, а это не идиома, да, если бы я был тобой. Окей, Колумб открыл Америку. Значит, нам нужно сделать пассив из этого. Сделайте пассив из этого сначала. Не вопрос, просто пассив. Сделайте из этого просто пассив сначала. Колумб открыл Америку на английском. Вот, хорошее объяснение про Америку Татьяну Прислава, я отправлю общий чат. Колумб открыл Америку. Берем объект, делаем подлежащим. Берем объект, делаем подлежащим. Америка, подлежащая. В пассиве была открыта Колумбом. Все это знают, поэтому это пассив. Не нужно никого оповещать, что она была открыта. Все знают, что была открыта, осталось только рассказать кем. Америка was discovered by Columbus. Америка was discovered by Columbus. Хорошо, что дальше надо сделать? Дальше нужно задать вопрос к выделенному слову. Какое слово выделено в задании? В задании выделено слово Колумб. Вот, каким вопросительным, ну, соответственно, если мы к этому слову будем задавать вопрос, то тогда его надо заменить каким-то вопросительным словом. Мы же к нему задаем вопрос. Каким вопросительным словом русским можно заменить Колумбом? Как из «хю» сделать творительный падеж, то есть кем? Добавить предлог «бай», который дает творительный падеж, да, логично. «Бай хю». «Бай хю». Колумбом стираем, потому что мы про это слово и задаем вопрос вообще-то, да, поэтому оно должно быть стерто, мы про него задаем вопрос. Почему «бай» не в конце? Потому что я еще не перенес его. Дальше. Скажите, это вопрос про подлежащее или нет? Нет. Америка была открыта кем? Это вопрос про подлежащее или нет? Что скажете? Ну, кем? Вопросы? Ну, нет, конечно. Подлежащее? Вот, Америка. Вы что? Колумбом это был, ну, как бы автор действия. Можете называть это объектами, если хотите, но это в пассиве называется агент, то есть автор действия. Да нет, это никаким чудом не подлежащее. Вот подлежащее, вот действие. Не понял. Не надо его, говорят, строить как утвердительное. Да нет, зачем? Не надо строить как утвердительное, строить как вопросительное. Так что вот этот «воз» надо поставить перед Америка. Вот подлежащее-то. Америка была открыта. «Воз» ставим перед подлежащим, чтобы получился вопрос. Ну, «бай», разумеется, в конец. Who was America discovered by? Смотрим следующее. We keep money in a safe. Как переводится keep? Вопрос к тем, кто плохо знает в первую очередь. Как универсальный перевод слова keep? Универсальный. Не для этого предложения, а не универсальный какой. Универсальный самый перевод слова keep. Это полезно. Потому что keep много выражений, и везде одно и то же значение. Это держать. Держать, держать, держать. Это наиболее универсальный перевод, который позволит вам не пугаться слова keep. Ну, здесь-то легко перевести в этом предложении. Но есть случаи, где очень выручают перевод, держать. Так что именно так и запоминайте. We keep money in a safe. Safe – это сейф. Это не слово безопасность. Слово безопасность – это safety. Мы держим деньги в сейфе. Пожалуйста, пассив. Просто пассив, без вопроса сначала. А потом будем разбираться, как вопрос задавать. Мы держим деньги в сейфе, пассив. Да, Анатолий, да. Да. Ответ на ваш вопрос – да. Деньги держатся в сейфе, пожалуйста, на английском. Деньги неисчисляемые. Значит, as. Значит, деньги – это at. Деньги – это at, вы же знаете. Иван, время оставьте, которое там было. Константин Ким. Объект надо взять и сделать подлежащим. А вы оставили старое подлежащее. Не бывает так. Чтобы сделать пассив, надо взять объект и сделать подлежащим. Так, Тало. Каким чудом continuous появился? Это как? Там presence simple. Мы держим. Почему написали в данную секунду держим? Или на данном этапе жизни временно держим? Всегда держим деньги в сейфе. Это стиль жизни. Антонина. Деньги – это неисчисляемые. То есть at. В русском это множественное число, но в английском это неисчисляемые. Все неисчисляемые – at. Елена Андреева. Не надо прошедшее время. Зачем? Там указано совершенно четко настоящее время. Почему вот это? Это же present simple. Стиль жизни. Берем объект. Вот он. Вот объект. Берем, делаем подлежащим. Все очень просто. Вот объект взял money, сделал подлежащим. Дальше present simple. Деньги есть держимые в сейфе. Money is kept in a safe. Деньги есть держимые. Не были держимые, а есть держимые. Ну, если вы не знаете третью форму keep, ну, это не страшно. Ну, вот запомните теперь. Money is kept in a safe. Ну, это как раз не страшно. То есть в рамках нашего урока. Так, к какому слову надо задать вопрос? Выделено слово в сейфе в задании. In a safe. Каким упростительным словом заменим в сейфе? Деньги держатся в сейфе. Какое упростительное слово будем использовать? Деньги держатся в сейфе. Какое упростительное слово будем использовать? Где? Да. Where. Хорошо. Это вопрос про подлежащее? Это вопрос про подлежащее? Нет. Это вопрос про место, да? Ну, какого обстоятельства места? Про где? Нет, конечно, это вопрос не про подлежащее. Друзья, значит, на вопрос где отвечает? Ну, как это может быть вопрос про подлежащее? Сейчас вы придумаете вопрос. Я даже подчеркнул. Вот подлежащее, вот действие. А мы спрашиваем, где? Деньги держатся где? Вот подлежащий, не про него вопрос, про где, про эту часть. Вот эта часть будет убираться и будет заменена вопросительным словом. Что ж, пожалуйста, сделайте за это вопрос. Для этого надо добавить вопросительное слово и вспомогательный глагол перед подлежащим поставить. Ринату, а зачем вы спросили, где держатся деньги в сейфе? Это у вас так написано. А где держатся деньги в сейфе? Так вы спрашиваете, где? Зачем это? В сейфе-то, наверное, надо убрать. Мы же эту часть предложения заменяем вопросительным словом. Так, 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 так. Евгений Башинский, такого порядка слов не бывает в английском никогда. Вам это известно с первого урока. Федора, такого порядка слов в английском не бывает никогда. С чего вдруг вы вспомогательный и смысловой глагол поставили перед подлежащим? Нет. Вот. Из перед подлежащим. Кепт не надо. Оставьте там, где был. Вспомогательный глагол. Ну, как бы be, который ведется как вспомогательный. Это смысловой глагол be, он ведется как вспомогательный. Simple же. Is money kept? Where? Из ставлю перед подлежащим, посмотрите. Where is money? В 3 дальше идет. Кепт. И в сейфе я стираю, разумеется. Where is money kept? Where is money kept? Им, в конец, не надо писать. Не надо говорить в где. Совершенно лишнее это. Where is money kept? Надо ли писать by us? Друзья, ну это вы сами знаете ответ на этот вопрос. Можно писать, можно не писать. Я бы не стал. Так. The money, потому что вопрос про наши деньги, а не все, что есть. Вот, не, да здесь нет нигде. Вот посмотрите на оригинальное предложение. Мы держим деньги в сейфе. Тут нулевой артикль, это э. То есть смысл первого предложения такой. Мы такие предметы, как деньги, мы храним в сейфе. То есть представители класса денег мы в сейфе храним. То есть когда нам в руки подать такой предмет, как деньги, мы его в сейф кладем. То есть э, да, как бы нулевой артикль. Такой предмет, как деньги, представитель класса денег, мы их в сейфе держим. Вот. Почему в ответе тогда за? Нет, в ответе за не должно быть. Не должно быть. Может быть, ну я не знаю, я не смотрел в ответах, но не должно быть, если его нет в оригинальном предложении. То и не должно быть. Я сам писал без, но там есть. Ну, может быть, они вот предложение в пассиве воспринимали как будто там другой контекст. Ну, в этом нет никакого особо смысла, да. Вот. Может быть, они воспринимали второе предложение в пассиве как предложение первого. Так что, не знаю. Дело, тут логика очень простая. Если мы ставим те деньги, то собеседник должен понимать, какие те деньги. Вот. И все. Вот. Так что, может быть, допустимо и так, и так спросить. Ну, здесь надо же ситуацию представлять. Вот это первое предложение, мы держим деньги в сейфе, здесь однозначно намного лучше. Ну, здесь однозначно должен быть N, ну то есть нулевой артикль. We keep money in a safe. Да. Мы такие предметы, как деньги, мы держим в сейфе. Вот. Значит, почему в вопросе, может быть, да, ну, может быть, имеется в виду, где, я не знаю, что он там имел в виду. Здесь сходу я не скажу. Мне есть идеи, но я не хочу их высказывать, потому что это уже гадание получается. Давайте посмотрим следующее. Пчела ужалила ее. A bee is on her. Я просто не люблю высказывать догадки. У меня на все есть предположения, на очень многие вещи, но много я некоторые свои догадки не рассказываю, потому что они необоснованные и могут быть неправильными. А люди, когда им что-то рассказываешь, особенно если это очень логичное объяснение, они любят как бы цепляться и запоминать это. Вот. Вот. Оно не всегда может быть правильным, поэтому догадки я стараюсь не высказывать. Пожалуйста, спасибо. Пчела ужалила ее. Так, Евгений Башинский, так прошедшее же время. Так, она была ужалена. А какой артикль-то? Ну, друзья, если это с нуля предложение, то есть не продолжение первого, то это одной пчелой. Она была ужалена одной пчелой какой-то. Она была ужалена одной пчелой. Ну, если это не продолжение первого предложения, да? Но я воспринимаю это как новое предложение отдельное, это не связанное. То есть она была ужалена пчелой. She was stunned by a bee. Так. Хорошо. Выделено слово пчела. Выделено слово bee. Олег Филенко, это прошедшее время же. А, вам не видно, но это прошедшее. Да-да-да, это стан, это прошедшее время, потому что, друзья, вот так вот инфинитивы в настоящее время выглядят. Stain. Как певец стены. Значит, какое упростительное слово? Она была ужалена пчелой. Какое упростительное слово? По-русски. Федор спрашивает, почему нельзя has been? Это мы обсудим после, как сделаем. Надо подумать. Я не задумывался над этим. Кем? Да, кем, но по-английски не буду говорить кем. По-английски здесь скажут чем. Да, она была ужалена пчелой. Чем? Давайте спросим, это вопрос про подлежащее или нет? Это вопрос про подлежащее или нет? Посмотрите на предложение. Какой элемент предложения мы заменяем вопросительным словом? Про подлежащее вопрос или нет? Ну, сколько можно попадаться на эти уловки? Ну, смотрите сами, друзья. Ну, вот у вас написано предложение в пассиве. Вопросительным словом мы заменяем какой элемент? Какой элемент предложения мы заменяем вопросительным словом? Ну вот эту штуку, да, автора действия, если хотите, можно это объектом называть, да, или автором действия, агентом, ну, агент лучше не запоминать, ни к чему лишние термины. Да это не про подлежащие вопросы-то, конечно, а напишите по-русски, как звучит вопрос про подлежащие, пока мы не забыли. Как будет звучать вопрос про подлежащие? Это давайте, те, кто ошибаются постоянно на этом, я от вас жду. Вот кем она была ужалена, это вопрос, грубо говоря, про автора действия. А как звучит вопрос про подлежащие? Для этого надо слово «щ» заменять на вопросительное слово. Вместо «щ» поставить вопросительное слово, не вместо «пчелой», а вместо «щ». Она была ужалена пчелой, она была ужалена кем, это вопрос про автора действия. А кто был ужален пчелой? Кто был ужален пчелой? Да. Кто был ужален пчелой? Вот это про… Друзья, вопрос про подлежащие придумать очень на самом деле просто. Вы пишете предложение с подлежащим и действием, и дальше смотрите на подлежащие, и придумываете, каким вопросительным словом я могу заменить. И все. Вот так придумывается вопрос про подлежащие, если вам нужны те самые вопросы, которые как утвердительные строятся. Просто смотрите на подлежащее и представляете по-русски, какое вопросительное слово вместо него можно поставить. Ну, давайте, пожалуйста, строим вопрос. Это вопрос не про подлежащие, он строится как вопросительное предложение, нормальное. Чем она была ужалена, надо спрашивать. Чем она была ужалена? Вы чувствуете, никем. Дивник, никем. Иначе получится, что человек ее ужалил какой-то. Чем она была ужалена? Да, what, конечно. Это я вот намекаю на то, что вопросительное слово what. В русском, конечно, говорят, кем была ужалена, но в английском чем была ужалена. Потому что who это касается людей только. Так что там раз пчела, то это what. Чем она была ужалена? Так, was ставлю перед подлежащим. Was she done? Сразу у меня получился вопрос. Was she done? Теперь вопросительное слово добавляю чем. Вот слово что? By what? By what was she done? Ну и by закидываю в конец. What was she done by? By what? By отсюда закидываю в конец. What was she done by? Вот. Вспомогательный глагол Татьяна Ким перед подлежащим, иначе не получится. Татьяна Шурайтс. Her не может быть подлежащим. Это сразу разрушает предложение. Her это объект, это вторая колонка. What was she done by? Значит, теперь задавали вопрос, почему первое предложение, пчела ужалила ее, не в present perfect. Да, кто-то спрашивал, я забыл, правда, кто. Дело в том, что у нас тут нет контекста, и раз написан past simple, это значит, человек рассказывал историю. Или рассказывает историю. То есть, это однозначно, ну, поскольку контекст отсутствует, мы как бы должны его представить сами. Учитывая, что написано в past simple, значит, историю рассказывает. Значит, у него нет цели прибежать и сказать, пчела ее ужалила, точнее, как там, пчела ее ужалила, скорее бежим. Скорее бежим на помощь, там, в больницу вызывай, там, или побей пчелу эту, или пошли, да, там, газетку подожди, разбоним пчел. То есть, нет цели известить о новом важном событии. То есть, рассказывается история какая-то. Возможно, возможно, еще есть, еще кое-что. Возможно, что собеседник, возможно, такой контекст, послушайте. Собеседник знает, что у нее какие-то повреждения есть на голове, допустим, но не знает, что именно. То есть, он видит, что что-то у нее там раздулся, лоб или нос раздулся, или ухо раздулось, но он не знает, что именно. Он знает, что с ней что-то произошло, но не знает, что именно. И тогда, допустимо, сказать вот в PassSimple. Можно и в Present Perfect сказать, видишь, у нее ухо раздулось. А это потому, что на настоящий момент ужалила пчела, и она сейчас ужалена. Можно в Present Perfect, но можно рассказать и подробности получения вот этой травмы. О, видишь, у нее ухо раздутое, да? А почему, как это получилось? Да это пчела ужалила ее, а не медведь укусил. Вот. Ну, я так, по крайней мере, понимаю. Почему в первом и третьем предложении мы в вопросе оставили предлог, а во втором не оставили? Потому что это был вопрос про автора действия. У нас вопросительные слова были кем, чем. Кем она была ужалена, кем была открыта Америка, чем она была ужалена. У нас были вопросительные слова в творительном падеже, кем, чем. Вот. Это был вопрос про автора действия. А во втором случае, мы держим деньги в сейфе, был вопрос про место, где. Вы можете оставить предлог, но тогда получится, что вы спросили, в где? В где вы держите деньги? Ну, это просто неестественно. В где вы держите деньги? Потому что слово where уже, его достаточно, не требуется задавать направление. А слово what и who, они сами по себе не передают кем, чем. Да? Who и what это вопросы про подлежащее или про объект. Но не кем, чем, не про автора действия. Поэтому туда приходится by what, by who, как бы добавлять к этим вопросительным словам by, чтобы показать, что мы спрашиваем не про подлежащее, не про объект, как обычно эти вопросительные слова спрашивают про подлежащее или про объект, who, what. А что мы спрашиваем про автора действия, by who, by what. А вот слово где, ну, его как бы достаточно, чтобы спросить про обстоятельства места. Ну, обстоятельства места, это та часть предложения, которая отвечает на вопрос где. Чтобы спросить про место, достаточно вопросительное слово where. Не требуется спрашивать в где. Это понятно, я надеюсь? Так. Михаил Зернов вот такое спрашивает. She has been stand by be в реальной жизни. What? What has she been stand by? Реально ли такое? Не знаю, я бы в Pass Simple говорил, поскольку я ориентируюсь на американский, английский сам, я бы говорил оба в предложениях в Pass Simple. Ну, первое, можно сказать, в Present Perfect, разумеется, точно. Да, если вы хотите, смотри, что тут произошло. Она была пчелой ужалена. Да, смотри, что случилось. Если вы хотите, не хотите рассказывать, что, если ваша цель не рассказать, что пчелой, а рассказать то, что ее ужалили, Present Perfect. Конечно, смотри, ее ужалили пчелой. Да, вот. Если цель повести о том, что событие вообще произошло, то тогда Present Perfect. Соответственно, а кем она была ужалена, это уже в Pass будет. Вот, я, кстати, хотел поделиться с вами интересным случаем. Я только сегодня его увидел в британском английском. Значит, помните, что британцы со словом just, только что, ставят Present Perfect. Помните такое? Что британцы со словом только что, ну, когда just означает только что, ставят Present Perfect. Ну, по крайней мере, так в учебниках везде учатся, да, что just, Present Perfect всегда. Но ставят-то они же не из-за этого слова. Они ставят из-за того, что со словом just обычно рассказывают новые важные события. Она только что купила новый дом. Да, представляешь, что-то произошло. Я только что вернулся откуда-то. Да, я только что разбил кружку. Новые важные события часто со словом just идут. Вот, а если мы сделаем такое? Вот, если мы сделаем такое? Что я только что увидел? Что я только что увидел? Вот как здесь? Здесь вроде есть только что just. но при этом давайте так давайте ну там значит допустим там просто пример был другой, но он не очень не очень хороший сейчас давайте так вот есть ли у нас предложение такое? Что я только что увидел? Или нет? или давайте так сейчас какой-нибудь еще вот не может сейчас я подумал может и не стоит рассказывать давайте пока это уберем в сторону мне нужно еще потом подумать над этим дело в том, что ну вот я кратко расскажу в чем дело значит на ютубе есть канал одного британца который там чисто британец на британском английском он говорит и по-британски использует present perfect вот и значит и у него там была такая фраза он где-то там шел да и говорит во что я только что наступил да ну там не знаю в жвачку или во что-то такое да во что я только что наступил и это вопрос ну грубо говоря даже уже знают что он наступил да когда такое спрашивают во что я только что наступил уже знают что событие произошло уже есть этот момент когда оно произошло Но не знает, во что именно. И это как бы вопрос про подробности произошедшего события. И несмотря на just, он это оформил в past simple. Даже британец, ну понятно, что американец здесь бы точно past поставил, даже не думая. Так стоит делать на практике, в принципе, чтобы лишний раз не переживать. Но даже британец в этой ситуации, со словом just, этот just означает только что, со словом just поставил past simple. Почему? Потому что цель высказывания важнее, чем для него, чем слова, которые в учебниках говорят, с которыми ставить. Потому что он спрашивает подробности. Я уже знаю, что я наступил, я только не знаю, во что именно. И вот когда я наступил, он запрашивает подробность, ну вот как я купил камеру у друга. Все знают, что у меня есть камера, и что я его получил, и просто не знают, каким образом. Все знают, что я наступил, только не знают, во что именно. То есть вопрос про подробности самого события, подробности совершения действия, подробности момента совершения действия. Все знают, что он наступил, но не знают, как, во что и зачем. И он это в Past Simple поставил, со Sloan Just. Канал называется, я редко смотрю какой-то, как он там, лысый, ну по-английски лысый и bold and bankrupt, лысый и обанкротившийся. Он путешествует там. Вот. Это стопроцентный британец. Я отчасти поэтому редко смотрю. И вот он в Past поставил. Даже со Sloan Just. Это просто, это тоже вот, ну я не знаю. Да, здесь конечно могут быть другие причины, почему Past Simple. Не знаю. Могут ли какие-то другие причины. Мало ли что ему там взбрело в голову. Но это мне кажется, я не уверен до конца, мне кажется это вот ровно по той же причине, почему я купил камеру у друга в Past Simple и китайцы изобрели бумагу в Past Simple. Потому что все уже знают, что действие произошло и спрашивается или рассказывается, в данном случае это вопрос, значит спрашиваются подробности этого действия. Понимаете? Вот. Несмотря даже на слово Just. Даже несмотря на это ужасное слово Just. А британцы, они более консервативны в этом плане. То есть они часто, ну грубо говоря, по крайней мере мне так кажется, что используют грамматику часто вот потому, что вот так принято. Потому что с этими словами принято то-то ставить. Вот. И вот несмотря на это слово Just, здесь поставлен Past. Но это в заголовок вынесено. Да, то есть это в заголовок. Не знаю, может быть это упрощена графа. Ну не, скорее всего это все по той же причине. То есть вот вся та же теория, что когда вот обсуждается уже все эти вопросы, там, что там ты сказал, да, во что он наступил, где это произошло. Это все вопросы про подробности самого совершения действия, они все в пас. Вот. Михаил Зернов говорит, ведетесь на кликбейт. А я не нажал, я не смотрел это видео, что самое интересное. Я не смотрел, я только название прочитал и сразу начал думать. Я так и не нажал на видео. Я ведусь на кликбейты грамматические, грамматические такие подозрительные. Хорошо. Да, так что если кто-то там хочет, чтобы я много смотрел видео, надо делать со странной грамматикой название. Все, давайте дальше сделаем. Скажите, вы поняли идею, которую я хотел донести вот этим примером? Или не очень ясно? То есть, я все тоже, да, вот эта вот идея то, что обсуждается момент совершения действия, да, и даже в такие бывают ситуации, видимо, как этот пример показывает, я не уверен на 100% что именно такое объяснение здесь, но, видимо, даже вопреки каким-то словам носители идут, потому что важнее цель высказывания. Вот. И, соответственно, даже, конечно, мы ориентируемся на американский язык, мы в любом случае можем здесь паст сказать, это 100%, вот. Но просто вот обратите внимание. И я просто к чему, вот это вот, вот это помните, вот эту вещь с момент совершения действия, да. То есть, если я вижу у человека машину, я спрашиваю, где ты ее купил, это в паст. Потому что я знаю, что он получил эту машину просто потому, что она у него есть, автоматически есть момент, когда он ее получил. И я могу в паст про это спрашивать, и он будет в паст про это отвечать. И это я к чему? Это вот в этот момент, вот этот грамматический, он не описан в учебниках нигде. Дело в том, что я просто со временем пришел к формулирую, и просто, чтобы вы понимали, я почему-то куда обнимаю на этом заостряю, потому что это заняло для меня много времени, чтобы разобраться, а почему так это построено. Вот. То есть, это в учебниках не описано, что спрашивается про тот момент, это, грубо говоря, ну, со временем просто сложилась такая картина за долгое время исследования. Значит, давайте посмотрим дальше. Так, четвертое. They speak Italian in Italy. Это формальное подлежащее. Формальное подлежащее. Ну, это не они, да? Давайте в пассив. They speak Italian in Italy. Давайте в пассив. Пожалуйста. Ну, можно считать, что они, но это не так. Это формальное подлежащее. They speak Italian in Italy. Берем объект, делаем подлежащее, пожалуйста. Анна говорит, ну, если говорить с британцами на американском, они будут думать, что я говорю с ошибками. Если они общались уже с американцами, то нет, не будут. Понимаете, на самом деле, главное впечатление – это ваше произношение и беглость. Это главное, что создает ваш имидж. То есть произношение и плавность речи без пауз. Это главное. Ошибки тоже, как бы, но это не на первом месте. На первом месте произношение. И, как бы, и плавность речи. Оксана Тан, как слово в Италии вышло на первое место? Иван, не понял, почему слово в Италии оказалось на первом месте. Зачем? Слова, отвечающие на вопрос, где, стоят в конце. А если вы говорите с британцами, по-американски используя паст, ну, ничего страшного не будет. Если вы там живете, конечно, или если вы приехали на продолжительное время, желательно, конечно, по-британски использовать там. Но если вы просто встретили где-то на улице его, то это не важно. Тем более, вся остальная грамматика одинаковая. Значит, Елена Андреева, а почему прошедшее время-то? Друзья, ну, это же настоящее время. Italian. Italian. Present simple is spoken. Ну, что тут делать? Present simple, пассив. Italian is spoken. In Italy. In Italy. Italian is spoken in Italy. Окей. Не понял. Italian is, ну, это же язык, это один предмет. Почему это должно быть are? Так, дальше. К какому слову задаем вопрос? Какое слово выделено? Это вопрос про... Выделено слово итальянский. Это вопрос про подлежащее или нет? Вопрос к тем, кто плохо знает. Вопрос надо задать к слову итальянский. Это вопрос про подлежащее или нет? Это вопрос про подлежащее или нет? Вопрос надо задать к слову итальянский. Смотрите на предложение. Какую роль в этом предложении выполняет слово итальянский? Слово итальянский какую роль выполняет? чем она является карина и ринату вот предложение в пассиве написано какую роль выполняет слово italian это можно понять даже по его позиции это подлежащее да вы что это подлежащее однозначно это подлежащее дальше действия как вы думали это объект вы думали объект стоит вот здесь перед действием да как такое может быть ведь посмотрите закон как сделать пассив взять объект сделать подлежащим вот был объект мы его взяли сделали по лежащим ну конечно это вопрос про подлежащее ясное дело да какое впросить на то есть будем строить как утвердительное конечно какое вопросительное слово используем. Какой язык? Да, не спешите. Какой язык надо спросить? Недостаточно использовать слово какой, надо спрашивать какой язык? Да, на каком не будет, на каком нельзя, потому что в английском не говорят, я говорю на английском. Говорю итальянский, говорю китайский, я хорошо говорю английский, но я плохо говорю китайский. Так в английском. Я плохо говорю китайский, но я хорошо говорю английский. Говорю какой-то, такое управление успит. Говорю какой-то. Не по-итальянски, не по-русски. Я говорю русский, и я хорошо говорю итальянский. Он быстро выучился говорить китайский. Говорить какой-то. Поэтому, соответственно, вопросительное слово будет какой язык? Просто какой язык, без на каком. Потому что, ну, такого управления нету, спик. Говорить какой-то. Какой язык просто? Какой язык разговаривают в Италии? Какой язык разговаривается в Италии? Какой язык, да. То есть, стираем Italian, посмотрите. Стираем Italian отсюда. И вместо него я пишу what language. Все. What language is spoken? Построено как утвердительное, потому что это был вопрос про подлежащее. Очевидно, вопросительное слово является подлежащим. Поэтому вот это построено как утвердительное. А как будет звучать по-русски вопрос про место, про обстоятельства места? Итальянский разговаривается в Италии. Где разговаривается итальянский? Where is Italian spoken? Где разговаривается итальянский? Спрашивают, нельзя ли спросить how? Нет, нельзя. Если вы скажете how, вам ответят быстро или медленно разговаривают итальянцы. How нельзя. Вам ответят характеристики, как они разговаривают. Быстро, медленно, экспрессивно, эмоционально или скучно. Пятое. They have taken his aunt to hospital. Present perfect. Его тетю доставили в больницу. Они, ну это формальное they скорее всего. Они, ну я перевожу так просто для удобства. Доставили его тетю в больницу. Так. Present perfect. Почему, как считаете? Что хотел показать автор этим present perfect? Что он хотел сказать? То есть, для чего он, что он хотел, цель высказания его какая? Он хотел показать, что тетя сейчас в больнице. Да. Ну, во-первых, можно сказать, что рассказать о новом важном событии. Можно так сказать, да. Но главное, что он хотел указать на то, что тетя сейчас в больнице. Конечно. Это не первый пункт. Первый пункт тогда за всю жизнь уже доставляли. В больницу, да. Или, ну то есть, это скорее либо второй, либо третий. Она сейчас, это сложно сказать, она сейчас в больнице. Вот. Скорее это второй, потому что, видимо, мы не знаем на самом деле контекст, поэтому не будем утверждать. Вот. Хорошо. Пожалуйста, пассив. Пожалуйста, пассив. Они доставили тетю в больницу. Берем объект. Делаем подлежащим. Пожалуйста. Они доставили тетю. Берем объект и делаем подлежащим. Вот объект. Так. Константин кем? А почему это стало прошедшим временем? Ну, я имею в виду, почему это стало was? Это же было, было же на настоящий момент. Был же present perfect. Берем тетю. Тетя была доставлена в больницу. His aunt. Так. Так, его тетя. Была доставлена. Но была, это же не только was. Has been тоже была. И у нас-то, вы же знаете, надо сказать, что она сейчас в больнице. Цель нашего высказания – рассказать, что она сейчас в больнице. Так что была надо в present perfect. Не была когда-то, а на настоящий момент была доставлена в больницу. Сейчас в больнице. His aunt не was, а his aunt has been taken. Вместо was has been. His aunt has been taken. Taken to hospital. Вопрос надо задать к слову тетя, верно? Да. Это вопрос про подлежащее или нет? Как здесь? Это вопрос про подлежащее или нет? Да или нет? Ну что, в этот раз кто-нибудь попадется? Ну вопрос к слову тетя. Оно подлежащее. Значит, это вопрос про подлежащее, конечно. А вопрос не про подлежащее был бы, куда доставили тетю. Да? Это вопрос про подлежащее, конечно. Пожалуйста, встроите вопросительное предложение. Точнее, как утвердительное. То есть мы подлежащее заменяем вопросительным словом. Who has been taken, who has been taken to hospital? Who has been taken to hospital? Соответственно, да. Давайте смотреть дальше. Что у нас там? Мальчики повредили телевизор. Мальчики повредили телевизор. Ну давайте загоняем в пассив. Мальчики повредили телевизор. Пожалуйста, спасибо. Так, мальчики повредили телевизор. Телевизор был поврежден, должно быть, да. Это в паст, кстати. Это в паст, симпле. Это, то есть, не новое важное событие. Видимо, цель высказания рассказать, кто сделал. То есть все уже знают, что телевизор испорчен. Видимо, цель... Либо эта история рассказывается, ну, либо просто все и так знают, что телевизор испорчен, и рассказывается подробности, кто именно это сделал, да. TV was... The TV was damaged. Потому что the TV, потому что тот, который у нас стоит дома. Если просто ставить TV, получится телевидение. The TV was damaged by the boys. Какими теми мальчиками, кстати? Есть идеи? Там тоже написано теми мальчиками. Какими теми? Это, скорее всего, родители про своих детей говорят. Скорее всего, у них сыновья, и они про сыновей своих говорят. Поэтому говорят теми мальчиками. Так-то, если какими-то мальчиками, то это by boys просто. Или by some boys, какими-то мальчиками. Окей, вопрос надо задать к слову мальчики. Boys. Это вопрос про подлежащее или нет? Это вопрос про подлежащее или нет? Ну, давайте смотреть. Телевизор был поврежден. Кем? Мы спрашиваем, кем? Нет, вопрос не про подлежащее. Как звучит вопрос про подлежащее на русском? Как звучит? Это вопрос про автора действия, да, про агента. Кем? Как звучит вопрос про подлежащее для этого предложения на русском? ТВ было повреждено мальчиками? Не кем, а что было повреждено? Конечно, что было повреждено мальчиками? Да. Ну что ж, давайте строить, кем было повреждено ТВ. Это вопрос не про подлежащее, про автора действия. Кем было повреждено ТВ? Так, was ставим перед подлежащим. Мальчиками стираем, потому что мы про это и спрашиваем, поэтому их надо из вопроса убрать. Ну и ставим кем в начале, by who, а by отправляем в конец. Who was the TV damaged by? Почему by перед вопросительным словом в ответах? Не знаю, это опечатка, наверное. У меня нет ответов, но не должно быть так. Должно быть вот так, by должен в конце стоять. Who was the TV damaged by? Не знаю, может быть я чего-то не знаю, но насколько мой опыт позволяет судить, единственный правильный вариант вот такой. Сомневаюсь, что там by перед вопросительным словом. Ну, может быть это очень старая версия учебника, вы посмотрели какую-то. Так, Наталья, проблема в том, что надо was поставить перед подлежащим. Смысловой глагол перед подлежащим Наталья ставить не надо. Не надо. Анатолий говорит, я пишу, как вы учили, а в ответах в начале. Во всех этих предложениях? А, ну тогда это точно неправильно. Ну, то есть тогда это как бы неуместно совершенно. Ну, видимо, это старый учебник просто очень. Видимо, это старый учебник, и поэтому там так. Нет, конечно, это не так в современном мире. Нет, ни в коем случае однозначно только в конец. Так, хорошо, ну давайте сделаем одно еще какое-нибудь отсюда, восьмое. Восьмое сделайте, пожалуйста, самостоятельно. Он пригласил 30 человек на вечеринку. Времени побольше дается. Сначала в пассиве напишите одно предложение, и потом вопрос. Он пригласил 30 человек на вечеринку. Сначала в пассиве надо загнать, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Кстати, вот я пока подумал, спрашивали, как быть, если с британцем мы разговариваем. Вы можете, например, второй пункт, который американскому необязательен, заменять просто на present simple. Его очень часто можно, очень часто можно, ну не всегда, но часто можно поменять на present simple просто. Дверь есть закрытая, вместо кто-то закрыл дверь. Можно сказать, somebody has locked the door, а можно просто сказать, и носители сами так часто делают. The door is locked, и все. Так, ладно, что-то еще, какая-то у меня мысль пришла в голову, но вторую мысль я забыл. Значит, так, он пригласил 30 человек на вечеринку. Ну, давайте строить. 30 человек были приглашены, это пассив-утвердительное предложение. 30 человек были приглашены. 30 человек – это объект, да, вот здесь он. Он пригласил 30 человек, берем эти 30 человек, делаем подлежащим. 30 people, 30 people, были приглашены, were invited. Почему пассимпл это? Вечеринка, видимо, закончилась уже, то есть рассказываются подробности вечеринки. Он не на настоящий момент 30 людей позвал и еще позовет. Да, он не… вот это указывает на то, что приглашение он закончил рассылать. Вечеринка, может быть, еще и не закончилась, может, она еще и не прошла, но он точно закончил рассылать приглашение, потому что, ну, в паст уже оформляется. Если бы он сейчас рассылал приглашение, сказали he has invited 30 people. He has invited. На данный момент 30 человек, и кто его знает, может, еще позовет. Вот, то есть если приглашение рассылаются. Если он прекратил рассылать приглашение, he invited. Вот, не знаю, была ли вечеринка или нет, скорее всего, была, но не факт. Но главное, чтобы приглашать, он точно перестал. 30 people were invited to the party. Окей, вопрос про подлежащее или нет? Надо вопрос задать к людям, к 30 people. 30 people. Но оно подлежащее, да, в этом предложении в пассиве? Значит, вопрос про подлежащее, да. Оно было объектом в оригинальном предложении. Оно было, это был объект. Но когда мы в пассив перестраиваем, объект становится подлежащим. Поэтому это вопрос про подлежащее, да. Если бы мы в активе спрашивали, это был вопрос по объекту. Сколько людей он пригласил, да. How many people did he invite? Но теперь объект стал подлежащим, значит, вопрос про подлежащее будет. How many people? Сколько людей? Да, такое упростительное слово. People обязательно. How many недостаточно спрашивать. How many people? Как утвердительное строим? Were invited. Все, как утвердительное построил. Да, to the party. Так, можно разобрать девятое? Ну, давайте. They grow bananas in Africa. They формальное здесь или нет, как думаете? В девятом. They grow bananas in Africa. Девятое разберем, будем двигаться дальше, к бингам. They формальное или нормальное? They grow bananas in Africa. Как бы, они выращивают бананы в Африке или? Формальное, да. Спрашивают, а нельзя ли спросить, кто был приглашен? Ну, тогда вам ответят Петя, Вася и Маша. Вы можете спросить, who was invited to the party? Who was invited? Тогда скажут Петя, Джон и Майк. Так, они выращивают бананы в Африке. Они это формальное. Конечно, никакие не они, а просто бананы выращивают в Африке. Вот. Ну что ж. Загоняем в пассив. Это номер 9. Номер 9. Какое упражнение? 164. Загоняем в пассив. Они выращивают бананы в Африке. Бананы объект. Берем, делаем его подлежащим. Bananas. Бананы. Федор спрашивает, можно ли добавить by him? Да как хотите. Можно добавлять, можно не добавлять. Если это не важная информация, обычно я не пишу никогда. И носители обычно не пишут. То есть, в учебниках, в ответах так может быть. Но если это не является прям существенной какой-то информацией, автор действия, то его обычно для краткости просто выкидывают и все. Да? Ну полностью, да, предложение звучит by him. Но на деле обычно это пустые слова. Кто там автор действия, его обычно убирают. Просто для краткости. Так. Бананы выращиваются в Африке. Bananas. Ground. Бананы есть выращиваемые. Present simple. Стиль жизни. Bananas are grown. Вот так в А3 выглядит, если кто не знает. Bananas are grown in Africa. Так. Вопрос у нас про Африку. Африка выделена. Это вопрос про подлежащее или нет? Слово Африка выделено. Вопрос про подлежащее или нет? Нет, это не вопрос про подлежащее. Как звучит вопрос про подлежащее? Это вопрос про место. Где выращивают? А вопрос про подлежащее, как звучит? Бананы выращиваются в Африке. Вопрос про место звучит, как где бананы выращиваются. А вопрос про подлежащее звучит, что выращивается в Африке. Что выращивается в Африке? Да. Кто выращивает здесь? Нет. Кто выращивает? Что выращивается? пожалуйста давайте напишем вопрос то есть это про где про место в русском это вроде называется обстоятельства место такое ну часть предложений которые рассказывают где об часть предложений которые рассказывают когда обстоятельства времени но вроде бы так в русском так пока вы пишете отвечу на вопрос ларисы спрашивает от это модальный глагол это выражение которое заменяет модальный глагол как помните есть модальный глагол мастер есть чудо есть от от это замена модального глагола еще используется только в британском языке это не часто ну это видите старый учебник и здесь немножко немножко бывают старые так сказать варианты языка where are bananas are ставим перед бананами перед подлежащим where are bananas grown grown действия не ставим перед подлежащим да только вспомогательный глагол точнее это это не вспомогательный а смысловой глагол be который ведется как вспомогательный так where are bananas grown все так карина вы не сделали вопрос обратите на это внимание перед подлежащим вспомогательный глагол where are bananas grown так давайте мерфи откроем давайте мерфи откроем и обсудим снова бинги мы в прошлый раз переводили бинги вот то есть мы выяснили что глагола be точно также могут быть все эти инговые части речи и вообще все инговые части речи можно поставить в пассив да причастия можно поставить пассив герунди можно поставить пассив значит на какой-то странице эта страница в мерфи 93 в электронной версии 93 а в учебнике 80 90 3 до в учебнике 84 делал 4 идет 4 в электронной версии шли гендер пишет по поводу от общался носителем вроде американскими есть сокращение out это от не out это out of the снаружи чего-то или из чего-то out это ну опять же насколько я могу судить это out of the это не от ну андрей вы можете это легко проверить сами что написано после out если это модальный глагол то пойдет инфинитив дальше вот вот так вот просто а там дальше инфинитив шел наверное там что существительное если там дальше идет существительное после этого out то там это не может быть модальным глаголом никаким чудом после модальных глаголов всегда идет глагол в инфинитиве они существительные никакие поэтому есть там дальше существительное то то это out of the значит страница 94 в электронной версии, 94. Это раздел теории, 42-й юнит, Мерфи. Раздел теории, раздел B. В 42-м юните на странице теории, не упражнение, а теории, раздел B. Вы все видите, он начинается с I don't like being, и троеточие. I don't like being, видите, да? Так, ну давайте попереводим эти бинги, которые там для вас написали. Так, да не только бинги даже. Вот первое предложение. I don't like people telling me what to do. Так, я не люблю people telling me what to do. Вот этот telling – это какой из трех вейнгов? Как переводится, на какой вопрос отвечает? I don't like people telling me what to do. Страница 94 в электронной версии, 9-4. В печатной версии 84. 42-й юнит раздел теории, теория, не упражнение. B. На какой вопрос отвечает вот этот telling? I don't like people telling me what to do. Что думаете? Давайте вычислять. Я не люблю, но дальше написано не вейнг. После не люблю здесь не написано вейнг. Здесь сначала написано people, я не люблю людей. А дальше уже написано вейнг. То есть к объекту присоединен вейнг. Верно? Это же не I don't like telling. Я не люблю рассказывание. Это I don't like people. Я не люблю людей telling me what to do. То есть к объекту присоединен вейнг. Значит, это что делающий? Да. А это, ну конечно, а что, это существительным что ли может быть этот telling? Да нет, раз он к объекту присоединен. Это что делающий? Причастие. Я не люблю людей, говорящих мне что делать. Да, но это дословный перевод. На самом деле по-русски это не так звучит. Я не люблю людей, говорящих что делать. Означает ли эта фраза I don't like people telling me what to do? Означает ли, что он говорит я не люблю людей? Означает ли эта фраза я не люблю людей? I don't like people telling me what to do. Что он не любит-то? Кто объект его нелюбви? Он не любит, вот объектом является не people, а вся вот эта ситуация. Вот он всю ситуацию не любит. Это важно. Вот это как раз объекты Weying, видите? Когда используют объекты Weying. То есть он не любит всю вот эту ситуацию. Он не говорит я не люблю людей, говорящих что делать. Это дословно так переводится. По-русски это литературно звучит я не люблю, когда мне люди говорят что делать. Вот в чем дело. Вот. То есть я не люблю, когда мне люди говорят что делать. То есть объектом нелюбви является вся ситуация. Да. Значит, или вот, допустим, можно вместо не люблю вот такой пример взять. Можно взять, значит, он не совсем, опять же, так, он немножко искусственный. Так сказать можно, но так говорят и редко. Допустим, ребенок говорит. Давайте даже не лайк возьмем, а хейт. Чтобы было яснее. А хейт. Ребенок говорит. Вот у ребенка папа очень много смотрит телевизор. А хейт май фадр вошен тиви самач. А хейт май фадр вошен тиви. Так сказать можно. Просто, ну так не очень часто скажут. Потому что объекты вей инг, как вы, возможно, помните, используются обычно после предлогов в современном языке. Хотя можно, в принципе, напрямую. Вот так после люблю, ненавижу, начинаю, заканчиваю. Я ненавижу. I hate my father watching TV so much. Что означает это предложение? I hate my father watching TV so much. Конструкция такая же. То есть, видите, я ненавижу дальше объекты, к объекту присоединен вей инг. В общем-то, конструкция привычная. Что означает предложение? Означает ли, что он говорит, я ненавижу моего отца? Означает ли это предложение, что он ненавидит отца? Я ненавижу этого отца, смотрящего телевидение? Нет. Нет, он просто ненавидит ситуацию всю. Нет, отца он любит, он ненавидит всю ситуацию. Я ненавижу, когда, здесь подходит слово когда, ненавижу, когда отец смотрит TV. Вот. Это ни в коем случае объектом ненависти не является father. Объектом ненависти является вот эта ситуация. То есть, когда он смотрит TV. Когда он смотрящий TV. Только в этой ситуации. Вот. Да, я ненавижу то, что он смотрит TV так много. Я ненавижу, когда он смотрит TV так много. Или я ненавижу то, что он смотрит TV так много. Вот. Ну, вот это вот мы можем называть, по крайней мере, я называю в рамках курса, сложным объектом. Да, когда к объекту присоединяется V-Ink. Где используется эта комбинация объекта V-Ink? Как мы обсуждали по сепредлогов обычно. Вот. Вот так вот, после я люблю, я ненавижу, там же, где герунди, редко используется. Можно, потому что эта конструкция объекта V-Ink появилась из герунди. И как вот Шлегель Андрей замечает, говорит, что было бы понятнее, если бы это было отцовское смотрение TV. Так раньше говорили. My father is watching TV. Моего отца смотрение TV ненавижу. Так раньше и говорили, и так было понятнее, но, к сожалению, уже не так. Вот. И так, а что я хотел сказать-то? Где используются объекты V-Ink? Мы выяснили после предлогов, да, чтобы не делать второго предложения. Ну, или вот там же, в общем-то, объекты V-Ink используются там же, где герунди. Потому что это и был герунди изначально. То есть, отвечал на вопрос, что этот watching раньше. Вот. И там же, где герунди, то есть после предлогов или после «люблю, ненавижу, начинаю, заканчиваю». Start, finish. Да? Hate, like. Вот. Но объекты V-Ink все-таки обычно после предлогов используются. Вот как здесь, такой позиции, после «люблю, ненавижу, начинаю, заканчиваю». Так реже говорят. Так реже, конечно, говорят. Вот. Потому что такие предложения можно переделать при помощи that. Да? I hate that... Или I hate when my father watches TV so much. Да? То есть, такие предложения можно переделать при помощи that в два предложения. Вот. Нет, тало, так сказать нельзя. С инфинитивом нельзя сказать. Значит, это всегда объекты V-Ink. Если вы используете не по формуле, есть формулы сложного объекта, я хочу его уходить, я видел его уходить, помните? Я хочу, чтобы он ушел, я видел, как он ушел. Есть формулы сложного объекта, но это не по формуле. Вот. Если вы не по формуле используете, просто после предлогов, как герундий, то это всегда объекты V-Ink, потому что, как я уже говорил, это родилось из герундий. Это раньше было просто третья колонка и герундий. Это было отцовское смотрение ТВ, а не отца смотрящего ТВ. Это было третья колонка и герундий. Вот. Так что, окей. Давайте посмотрим... Что-то еще, может, хотелось. Ладно, давайте следующее посмотрим. I remember... Давайте я даже на доске напишу, чтобы было яснее. I remember being taken to the zoo. I remember being taken to the zoo when I was a child. When I was a kid. Так, я помню. Хорошо. Следующее слово, being, на какое вопрос отвечает? Я помню... Помнить в этой жизни можно... Какие варианты есть? Можно помнить какой-то? Я помню какой-то. Помнить можно в этой жизни... Какая логика у действия, помню? I remember. Помнить можно что-то. Помнить какой-то нельзя. Потому что я помню веселый случай. Это все равно значит, я помню случай, что-то. Помнить, что делать можно? Да вроде нет. Да? Да, так я помню что-то. Не, помню что-то делать, так не говорят. Это тогда remember в другом значении будет. Это вспомнить. Можно вспомнить что-то делать. Да, как бы вспомнить что-то сделать. То есть, ну как бы... Ну, remember просто есть как... Грубо говоря... В общем, короче, можно помнить что-то делать. Окей. Можно помнить что делать. Но это же не что делать, вы же понимаете. Это же не инфинитив. Вот. Соответственно... Ну, remember, после него можно ставить инфинитив. Ну, когда в повелительном наклонении. Когда вы используете значение не забудь. Не забудь убраться в комнате. Не забудь заправить кровать. Remember to make your bed. Помни, помни как бы заправить кровать. Remember to make your bed. Не забудь закрыть дверь. Remember to close the door. Remember to close the door when you leave. Когда уходишь, не забывай закрыть дверь. Вот когда в повелительном наклонении, да, remember используется, можно с инфинитивом ставить. Не забудь что-то сделать вот в этом значении. Но когда я помню что-то, это всегда что-то. То есть только один вариант. Только один вариант управления. Помню что-то. То есть этот being – это герундий. Это бытие. Я помню бытие. А taken, как переведем? Я помню бытие. Спрашивают, можно ли сказать здесь to be? Нет, to be нельзя. Еще раз говорю, помнить только существительное, только что-то. Бытие. I remember being taken. Я помню бытие. Ну, taken at a V3, значит, тот, кого взяли. Я взял ребенка в зоопарк, у него состояние взятый. Меня взяли в зоопарк, я взятый. Я помню бытие взятым в зоопарк. Или беримым, если регулярно берут в зоопарк. Да, если регулярно брали, то беримым. И если один раз, то взятым. Я помню бытие взятым в зоопарк, когда я был ребенком. Так. Ну, и в итоге, как это называется, то, что перед нами? Это же не объекты Ving. Да? Это не объекты Ving. Это штука, она сама является объектом. Это герундий. То есть, ну, как оно называется? Ну, герундий в пассиве. Да? Это герундий, но не я помню... Да, это же не я помню, как я брал. Это, смотрите, я помню, а действие взять, не я его выполняю. Оно на меня направлено. Я помню, но брал не я. Я помню, как меня брали в зоопарк. Вот. То есть, это герундий, да, в пассиве поставлен. Конечно. Я помню бытие взятым в зоопарк. Хорошо. А как это будет в активе выглядеть? Я помню. I remember taking... Я помню взятие кого-то. То есть, объект надо написать. Я помню взятие моих детей в зоопарк. I remember taking my kids to the zoo. Вот, смотрите, у этого предложения логика такая. Я помню и я брал. Потому что вот этот герундий, он в активе. То есть, обычный самый герундий, да. Значит, подлежащая за него несет ответственность. То есть, я помню и я брал. Вот так вот. А здесь я помню, но действие брать я не выполнял. Оно на меня направлено. Потому что герундий в пассиве. Вот. Говорят, можно ли здесь использовать when? Ну, скорее that. Скорее that. Я помню, что я брал детей в зоопарк. I remember that I took the kids to the zoo. Или можно сказать, I remember the days when I took my kids to the zoo. Да, здесь можно перестроить два предложения при помощи that, что или when. Когда. Можно. Вот. Можно здесь перестроить два предложения. Но это, в конце концов, не объектовый инк. Да, это просто герундий использован тут. Не объекты при части. Так, ну давайте посмотрим следующий пример. Я напишу на доске тоже. Так, что там у нас есть. Ну, давайте вот такое. Вы не смотрите, пожалуйста, в учебник. Не смотрите, пожалуйста. Я хочу это как задание вам дать. Значит, we managed. Мы сумели. Да, справились. We сумели. Дальше инфинитив. Сумели что-то сделать. We managed to climb over, climb, B не произносится. Это climb, карабкаться over the wall. Over сверх. Да. Вот как бы стена. Wall это стена. И мы как бы вот так вот. Вот что over означает. По дуге сверх препятствие какого-то. Над препятствием каким-то. Сверх какого-то препятствия. Мы перелезли через стену. We managed to climb over the wall. Дальше without. Предлог. Ага. Without, без. А если написан предлог без, что дальше будет идти? Что после предлогов идет? После предлога без или после любого предлога, что дальше идет? Идет существительное или что-то типа существительного. То есть герунди или местоимение. Да. Существительное или что-то похожее. Ну, в данном случае нам предлагается... Я предлагаю вам взять глагол see. И вот мы смогли перелезть через стену without seeing или without being seen. Что думаете? То есть без... Как вы думаете? Мы должны это действие выполнить? Или на нас должно быть направлено? Мы перелезли через стену без увидения кого-то или без бытия увиденными? Мы должны нести ответственность за действие? Тогда актив обычный герундий. Или оно должно быть направлено на нас действие видеть? Как бы... И тогда это герундий в пассиве. Наверное, мы хотим сказать, что... Ну что, давайте так. Если я пишу without seeing, если я пишу актив, кто несет ответственность за это действие? Если это актив. Ну, кто-кто? Подлежащее. Мы перелезли, и мы не увидели кого-то. Простите, это не действие. Но кто по смыслу несет за него ответственность? Конечно, это объект, но кто несет за него ответственность? Да, он же действие передает. Мы перелезли, мы смогли перелезть, и мы не увидели кого-то. Вот такой смысл будет. Не, мне надо сказать, что мы смогли перелезть, но не увидели-то нас. Кто-то другой нас не увидел. Поэтому надо это действие направить на подлежащее. Иначе получится, мы перелезли, и мы не увидели кого-то. Зачем так? Мы перелезли и нас не увидели, то есть мы перелезли без бытия замеченными, без бытия увиденными. Without being seen. We climb the wall without being seen. Вот так вот, мы вскарабкались на стену без бытия замеченными. Ну, в данном случае не на стену, а через стену. Так, ага, хорошо. Хорошо, ну что, обсудить ли дальше в бинге? Ну, давайте обсуждать дальше. Так, я буду на доске писать, не смотрите в учебник. Так. Давайте так. На русском буду писать. Мало людей. Мало людей готовы работать без... Готовы работать без... Вы, конечно, по-русски тут просится просто существительное какое-нибудь, без зарплаты. Но мы напишем герундия несуществительная. Без... Мало людей готовы работать без... И возьмем глагол, соответственно, pay. Да? Можно взять pain, а можно взять пассив от него. Being paid. Мало людей готовы работать без... Мало это слово few. Не a few, а просто few. Вот. Ну, а готовы можете написать ready, чтобы... Пожалуйста. А вот pay, платить. Разбирайтесь сами, давайте. Это с русского перейдите, пожалуйста. Поехали. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А, да, я забыл включить звук. Да-да-да. Few people are ready to work with... Without... Without... Ну что? Вот pain или being paid? Если выбираем актив, получается, люди несут ответственность за это действие. Или если выбираем пассив, без бытия оплачиваемыми, тогда это на них направлено действие. Люди готовы работать без того, чтобы они платят кому-то, или без того, что им платят? Они платят или им платят? Они не готовы работать без того, чтобы им платили, да? Так что пассив нужно. Without being paid. Без бытия оплачиваемыми. Да. Без бытия оплачиваемыми. Оплачиваемыми. Да. Это, кстати, вот этот V3, это состояние предмета, не над которым совершили действие, а над которым совершают. Оплачиваемый, а не оплаченный. Без бытия оплачиваемыми. Вот. Ну, это больше подходит просто сюда. Так. Ладно, давайте так. Я боюсь, я боюсь заболеть. Я боюсь, я боюсь заболеть. Значит, так. Так. Антолий пишет, звука, видео нет. На вашей стороне. Звук и видео есть у всех. Я боюсь заболеть. Боюсь. Помним? Не, а, друзья, это надо обязательно через существительное. I'm afraid of. Я, видите, как поставил предлог. Все. Я поставил предлог, у вас нет вариантов. Вы не можете инфинитив писать. Я закончил предложение, которое написал, на предлоге. Я боюсь кого чего. У вас не осталось вариантов, вам доступно только существительное. Потому что на предлог заканчивается. Так что никаких инфинитивов нельзя написать. Не получится. Потому что я написал уже предлог, значит, вам придется какое-то существительное писать. Или что-то типа существительное. I'm afraid of. Ну, заболеть, правда, это, наверное, get скорее, sick. Ну, с глаголом get лучше. Евгений Башинский и Ринат. Только sick это не глагол. Ради всего святого к нему не надо ед добавлять. Sick это не глагол, это больной прилагательное. То есть я боюсь стать больным. Как бы. Стать больным надо. I'm afraid of. Друзья, к sick не надо это добавлять. Никакие в это речь прилагательное. Так, ну что. Если у нас выражение get sick. Стать больным. Так. Оксана Танна, а почему пассив написали? Почему пассив написали? Не думаю, что пассив. И это даже сложно. Глагол становиться вообще сложно представить себе в пассиве. Я боюсь становления больным. I'm afraid of getting sick. Все. Ну или I'm afraid of being sick. Ну, можно быть больным написать. Но тогда если being sick, получится я боюсь быть больным. I'm afraid of being sick. А заболеть скорее I'm afraid of getting sick. Да, я боюсь становления больным. Или я боюсь бытия больным. Ну, тогда это я получится, я боюсь быть больным. I'm afraid of being sick. Так, ну ладно. Какие еще мы можем взять предлоги? Какие еще можем взять предлоги? Ну, давайте возьмем... Ну, давайте возьмем... Так. Его устраивает... Ну, в смысле нашего начальника устраивает... Что она опаздывает каждый день. Не помню, мы такое делали или нет, но давайте сделаем. Значит, его устраивает. Кто помнит? Это было в практику. Кто-то, может, помнит? Его устраивает. He's okay with. He's okay with. He's okay with. Да. He's okay with. Ну, как бы он есть окей. Он есть в ладах с... Так, давайте подождите пока... Подождите, не делайте. Не делайте, остановитесь. Я хочу пояснить. Здесь будет использован герундией? Нет. Здесь будет объект eving. Да, объект eving там же, где герундией используется. Да он, собственно, раньше, когда давно и был герундием. Вот. Но сейчас это объекты причастия. Видите? На предлог заканчивается. И для чего нужен объект eving? Чтобы не делать второе предложение. А почему, почему объект eving? Друзья, потому что... Вот смотрите, посмотрите внимательно, особенно кто начинающий. He's okay with. Она опаздывает каждый день. Я не могу написать she. Это невозможно по законам языка. Потому что после предлога пишется объект. Ну, существительное, да, но объект. Так, если терминами русской, русской терминологии, то дополнение предложено пишется. То есть главное, что поймите, я не могу написать she. Это невозможно. Если я написал предлог, мне придется второе предложение уже делать не как предложение. Я не могу новое предложение уже писать. Если я хочу в два предложения это сделать, как по-русски, то тогда я не должен писать предлог, а как-нибудь перефразировать. Например, it's okay. Вот так вот можно. It is okay that she is late. Вот так вот будет в два предложения. Так тоже можно сказать. Но это не совсем будет то, что мы хотели, но можно, да. It is okay. It's okay that she is late. Что она опаздывает каждый день. Так можно. Но я уже написал предлог. Все, я не могу построить второе предложение. Должен вот это второе предложение, оно опаздывает. Вот сюда вписать при помощи, ну, подлежащее превращать в объект, действие превратить в in. Скажите, вам понятно, для чего это нужно? То есть недостаточно просто написать такое предложение. Нужно понимать, ну, как бы, смысл-то этого. Раз уж я предлог написал, все, для меня закрыт путь, я не могу новое предложение построить. Я должен, вот это русское второе предложение, она опаздывает, уместить сюда, она превратив в объект, опаздывает в in. Вот. Я знаю, что мы делали, но просто надо понять, как бы, эту, логику этого. Вот. Я могу в два предложения это построить. Вот так вот. Но тогда я не могу предлог писать. Тогда мы пишем союз that, it's okay that she is late. И все. Пожалуйста, постройте. Ну, мы строим только в одно, потому что у нас предлог написан. Подлежащее превращаем в объект, with her, и опаздывает, да, превращаем в в in. Ну, being late. Ну, глагола опаздывать нет, можно только быть поздним. He's okay with her being late. Да, every day. He's okay with her being late. Вот. Ну, или можно сказать, it's okay that she is late every day. It's fine that she is late every day. It's fine for me that she is late every day. То есть, если вам нужно показать, что именно для меня, можно вот так вот. Просто дописать for me. Да, вот сюда. It's okay for me that she is late. Может быть, не супер лучший вариант, но вполне допустим. It's okay for me that she is late every day. It's fine for me that she is late every day. Для меня это нормально, потому что, как бы, она опаздывает. Так. Ага, ага. Хорошо. Ну, вы помните, как работает сложный объект, да? Late только это не глагол. Ради всего святого Евгения Башински. Быть. Глагола опаздывать нет, можно только быть поздним. Be late. Вот. Так. Я что хотел сказать? Как спрашивают, как сказать I'm okay по-другому? I'm fine with. I am fine with. То же самое, только fine поставить. Что-то я еще хотел сказать. Сложный объект вы более-менее помните, да, как используется. Но. Но-но-но-но-но. Давайте я напишу пример. Раньше я таких не давал. Раньше это даже на прошлом потоке. Таких не давал. Вот давайте попробуем это ввести. Дело в том, что вот этот объект Weing, носители, американцы, по крайней мере, могут взять и сделать неожиданно подлежащим. Да, это очень странно, но такое есть в речи. Такое встречается в речи. И как это переводить? Them working in our company is a miracle. Miracle – это чудо. Вот нормальное, обычное предложение. Это подлежащее. Само слово them, разумеется, подлежащим не может быть. Но вот эта штука может быть подлежащим. Them, конечно, это вторая колонка, она не может быть подлежащим. Но это же не them, это уже сочетание, да, объекты Weing. Оно сделано подлежащим. Вот действие из… Ну и, соответственно, them working in our company is a miracle. Как это понимать? То есть объекты Weing и вы можете сделать подлежащим, если хотите. Но главное разобраться, для чего это нужно, какой смысл это дает. Это тогда стоит понимать как то, что. То, что они работают в нашей компании – это чудо. То, что. Вот именно такое значение это имеет. Не, это можно понимать. Ну, я имею в виду литературно, как это переводить. Дословно это можно не переводить. Нет, это не их работание. Не-не-не, это не работание. Это раньше, это было слово работание, друзья. Это раньше, когда это было their working, их не работание. Нет, теперь это их работающих. Не надо дословно переводить, потому что это здесь только не к месту. Это их работающих. Но это неважно. Главное, что это означает то, что. То, что они работают в нашей компании – это чудо. То, что. Вот так вот можно по-английски изъясняться. Это всегда именно получает такое значение то, что. Ну, это в основном я в американском языке замечаю. Не знаю, делают так британцы или нет, но британцы часто вот так вот пишут со словом «вэт». С ними работающими в нашей компании, ну, правда, ставят тогда какой-нибудь другой глагол. С ними работающими в нашей компании мы можем выйти на новый уровень производства. Что-нибудь такое. Давайте попробуем в качестве подлежащего такие сделать. И почему? Это очень сложная грамматика с виду, но дело в том, что это в речи встречается. Это в речи встречается. Анатолий Мир говорит, нет, them – это вторая колонка. Them – вторая колонка, да. Третья колонка – это their. Так, ну, давайте по-русски. То, что… Сейчас я на английском придумаю. Так. То, что он рассказывает шутки, что это, какое действие взять? То, что сейчас. То, что он рассказывает шутки, что это может? А, ну, давайте так. То, что он нас ждет. Допустим, мы опаздываем на встречу с каким-то важным, очень важным человеком. И то, что он нас ждет, может испортить всю встречу. Испортить ruin – глагол. Испортить всю встречу. Испортить ruin. То, что он нас ждет, вот эта первая часть, и она будет передана при помощи объекта Weying. Да. Может испортить всю встречу. The whole meeting. Мы опаздываем на встречу с очень важным человеком, каким-то миллиардером и президентом, с Биллом Гейтсом, в общем. И наша судьба от него зависит. Мы опаздываем и говорим, слушайте, то, что он нас ждет, это, конечно, может все испортить. Давайте такое. Tala нет, working – это не герундий здесь, в предыдущем предложении. Это работающий, это объекты Weying. Это работающий. Это раньше было герундиям, 50 лет назад. Пожалуйста. То, что он нас ждет, может испортить всю встречу. Не, без wet. Без wet. С wet в британце, я не помню, как они там это используют, немножко там это отличается. Я привожу примеры из реального американского устного языка, как люди разговаривают. Нормальные люди, не уличные там, гангстеры всякие. Это реалия устного языка. Без wet. То есть просто вместо подлежащего, вместо он нас ждет, вместо... Короче, вместо он – объект, вместо ждет – Weying. Вот так же, как мы делали объекты Weying, только теперь, грубо говоря, подлежащие действия превращаются в объекты Weying. Ну, то же самое. Только мы раньше второе предложение превращали в объекты Weying, а теперь первое предложение превращаем в объекты Weying. И все. Принцип-то такой же. Не хиз, не хиз, не хиз, не хиз, не хиз не может быть. Точнее, может, но это 50 лет назад было, друзья. Евошное ждание, так говорили 50 лет назад. Я согласен, мне тоже это больше нравилось. Ну, не 50 лет назад, ладно, 30 лет назад. Но евошное ждание сейчас так не говорят. Нет, не хиз. Не хиз, еще раз говорю. Хиз 30 лет назад говорили. Это объекты Weying, объекты причастия, а не третья колонка и герундий. Это не евошное ждание. Да, стало не очень логично, но это таковы реалии. Вы же не будете делать, как вам удобно. Мы должны делать так, как в реальной жизни люди общаются. Они говорят все хим, никто не говорит хиз. Это уже режет слух даже. Это объекты причастия. Him waiting for us. Him waiting for us. Might или may, или can, или could. Ну, вы можете любое на самом деле. May, might, can, could все подойдут здесь. Лучше may, might. Как более надежный вариант. Him waiting for us. May ruin. May ruin the whole meeting. The whole meeting. То, что нас ждет, может разрушить всю встречу. Ну вот, как бы вот эта штука является подлежащим. А вот действие. Вот, Анатолий говорит, постоянно в ран радио и подкастах такое слышу. Вот видите, когда я и другим группам рассказывал про эту тему, люди тоже говорили, что, кто много слушает, тоже говорили, что часто это слышат. Это реалии языка, да. Это сильно продвинутые уровни, это очень сложные конструкции. Но это используется в устной речи. Вот. А если вы будете использовать, русскоязычные люди такое вообще не могут использовать. Никто. Кто там на курсы ходит, никто это не умеет использовать вообще. От русскоязычного человека такое никогда не услышишь. Но только от того, кто давно живет в Америке, просто на автомате это заимствует уже. Только от них. Потому что, ну, кто у кого уже просто это вложилось в голову, он не понимает, но он знает, что так правильно сказать и все. Вот. От человека, который не в Америке живет, русскоязычный, никто не умеет вообще такое использовать. Я гарантирую. Даже учителя. Подавляющее большинство. Не подавляющее большинство. Я бы сказал, наверное, 98% учителей. Ну, может быть, 95% не умеют использовать. Him waiting for us might ruin the whole meeting. Окей. Так. А может ли в таких конструкциях использоваться пассив? Ну да. Вы имеете в виду вот это вот? Да, теоретически может, но на деле как-то редко. Может, по грамматике, но на деле редко, потому что получается очень большое, ну, большая формула. Так. Ну, вот еще раз. Если вы ставите в первое предложение объекты waiting, это всегда имеет значение то, что. Вы поймите, это нельзя просто так любые предложения строить. Это всегда приобретает значение то, что он нас ждет. Да. И не забудьте, что это все подлежащее. Вы должны там действия написать где-то потом. Вот. Так. Что мы еще можем написать? То, что они... То, что они... То, что они... Пьют... Так. Много пива. Сделает их толстыми. Сделает... Это make. Сделать кого-то каким-то. Сделает их толстыми. То, что они пьют так много пива, сделают... По-русски, может быть, не очень нормально звучит, по-английски будет нормально. Сделает make. Make можно использовать как сделать кого-то каким-то, то есть придать кому-то характеристику. Сделает их толстыми. Пожалуйста. Что они пьют так много пива, сделает make. Это будущее время. Сделает их толстыми. Пожалуйста. Что они пьют так много пива, сделает их толстыми. К сожалению, друзья, сегодня чуть раньше должен вас покинуть. Ну, в смысле, не чуть раньше, а это... Я сегодня, наверное, не смогу ответить на ваши вопросы. Может ли... Так. Так, пожалуйста, стройте. Потому что они пьют так много пива, make сделает их толстыми. Сделать кого-то каким-то – это make. Дивник, нет, не ихнее питье. Нет. Не ихнее питье. Вы написали, как было 30 лет назад. Я понимаю, что так логично, так неправильно. Это не ихнее питье, не their. И это не питье, это пьющее. Это же причастие. Потому что раз это прикреплено к объекту, то это может быть только прилагательным. Это не может быть существительным. К объекту не может крепиться существительное. Такие правила языка. К объекту крепятся прилагательные. То есть, которые отвечают на вопрос какой. В3 или вейнг. Или просто прилагательный. Они в объект пьют вейнг. Them drinking so much beer. Это все подлежащее. Это все подлежащее написано. Это все одно большое подлежащее. Вы понимаете, да? Это все одно большое подлежащее. У нас даже действие в этом предложении пока не написано. Его, разумеется, надо написать. Вот действие теперь есть. Вот действие make, вот подлежащее. Вот это все, эти все слова, это одно подлежащее. Them drinking so much beer will make them fat. Да, вот так вот. Them drinking so much beer will make them fat. Ну все. Так. На сегодня все. Ну, я могу кратко на пару вопросов ответить, если у вас есть, конечно, вопросы. К сожалению, там у нас в 15.00 просто новая группа. Я должен им заранее выслать приглашение. А то они будут паниковать и думать, что я их обманул, и курсов не будет. Можно вопрос в предыдущем уроке? У нас был пример, это привело к тому, что компания потеряла миллион. Мы перевели как it led to the company being lost. Нет, не being lost. Нет. It led to the company being lost. Это значит, привело к тому, что компания была потеряна. Компания была потеряна. Вот. Вы скажете, что это неправильно. Да. А если мы считаем, что компания не прямой объект? Почему мы не можем использовать, если компания? Дело в том, что это объекты вейнг. Это объекты вейнг, а не герундий. Если вы вейнг здесь ставите в пассив, вы направляете его на объект. Вот. То есть, это же не герундий. Это не герундий отдельный, да? Это объекты вейнг. И если, вот смотрите, вот объект. Если вы ставите дальше вейнг в пассиве, вы направляете его на компанию. Не на подлежащее, на компанию. Если вы ставите его в активе, то компания его выполняет от действия. Это не герундий, да? По отдельности. Вот если вы герундий ставите в пассив, вы направляете его на подлежащее. Но поскольку это объекты вейнг, ставя вейнг в пассив, вы направляете его не на подлежащее от предложения. Вы направляете его вот сюда. Потому что подлежащим по смыслу является вот это вот слово компания здесь. В комбинации объекты вейнг, если вы заметили, подлежащим по смыслу является объект. В комбинации объекты вейнг, вейнг это действие, а подлежащее по смыслу это вот то, что them. Оно по смыслу подлежащее. Разумеется, это не является подлежащим, потому что это всегда объект. Конструкция называется объекты вейнг. Но по смыслу оно подлежащее. И если с компанией объекты Weing в Weing поставить в пассив, вы направите его вот сюда на компанию, не на подлежащее. И ничего не сделать с этим, так будет всегда. Если вы ставите в актив Weing, то компания выполняет это действие, а не подлежащее, потому что это не герундий, это отдельная конструкция, ну, по крайней мере, так стоит не относиться. Это не герундий. Если вы поставите герундий, it led to, там, ну, обычный герундий, то его уже выполняет как бы подлежащее, да? Ну, сюда я некорректно вписываю, не совсем это наглядный пример, но надеюсь, я донес смысл. Today was a busy day. Рассказываю конкретно мне, почему Э. Анна, а разве я так учил, конкретный, не конкретный? Но давайте обсудим. Сегодня был занятой день, напряженный день. Если я ставлю да, получается, сегодня был тот напряженный день. Собеседник знает, что за тот напряженный день? Или нет? Да просто, ну, ну, какой, сегодня был тот напряженный день. Тот сегодняшний. В общем, я кратко, Анна, ну, не кратко, а расскажу так, как я рассказывал, когда мы проходили артикли. Ну, если надо, попросите еще на следующем занятии. Перед занятием я еще раз могу рассказать о следующем. Цель таких предложений – это стандартное предложение. Это предложение как «it's a good idea», «it's a good restaurant» и так далее. Ну, я сижу в ресторане и говорю «it's a good restaurant». Все же понимают, про какой ресторан речь. Да дело в том, что моя цель просто – показать, что то место, где мы сидим, к какому классу оно относится. И все. То есть к какому классу. Мне нет цели указывать, что сегодняшний день. Ты знаешь, сегодняшний день – это вот сегодняшний день. Потому что если я ставлю да, именно такой смысл и получится. Сегодняшний день, today, это сегодняшний занятой день. Ты знаешь, что сегодняшний день – это сегодняшний день. понимаете цель показать что сегодняшний он это представитель класса напряженных дней то же самое что it's a good idea это хорошая идея человек говорит давай купим самокат это хорошая идея слово это обозначает то что он сказал то что он предложил это то что ты сказал все понимают какая идея но цель то показать что то что ты сказал относится к классу хороших идей вот твои то что искал и она относится к классу хороших идей поэтому гордиться и где хотя конечно собеседник понимает как про какую деревьев но цель то показать что то что ты сказал твоя идея это относится к классу хороших идей то есть я скажу it's the good idea получится что то что ты сказал это та хорошая идея которую ты только что сказал иными словами твоя идея это твоя хорошая идея вот такой смысл будет предложение или it's a good restaurant тот ресторан в котором мы сидим это тот ресторан в котором мы сидим такой будет смысл в общем дело так и улдяки на уме и и волсе почему использует get get означает это отдельная конструкция get с инфинитивом она означает доведется получишь возможность доведется получишь возможность получить возможность достанется соответственно тебе достанется знать меня ну грубо говоря у тебя будет шанс меня узнать и мы и ты увидишь вот как сказать по сравнению с нужно использовать просто v3 compare to сравненный в направлении чего-то compare to my work is so boring compare to yours то есть просто v3 compare сравни сравненный или сравняемый то есть compare давайте я напишу вам не видно просто вставляется вот это v3 вот вот прямо вот туда где у вас пропуск прямо после boring моя работа есть такая скучная и как бы сравненная сравниваемая с твоей в русском мы поставили запятую но в английском мы не ставим это как бы отдельный ну причастный оборот да как помните wing можно как депричастный оборот использовать там идя по улице я увидел птицу walking down the street i saw a bird идя по улице я увидел пиццу вот тут также моя работа скучная моя работа скучная это отдельное предложение а дальше как бы к нему причастный оборот сравненная с твоей compare to yours да v3 сравненная или может это сравняемая сравниваемая предлог в направлении вот можно по сложному сказать еще можно более официально in comparison in comparison и какой-то предлог я не помню with или to предлог посмотрите я сходу либо with либо to в сравнении но это более официально то есть это это в речи так скажут просто compare to сравненное с сегодня был представитель занятых дней до фирмы сегодня был представитель занятых дней так все уже я вынужден